Я являюсь участковым полномоченным в городе России полинодорожного района города Ульяновска. Вот у меня Павла Петровича. Павла Петровича дачники знают, уважают, за советом обращаются. Сегодня участковый собрал участников СНТ «Солнышко» предостеречь от возможных неприятностей с имуществом, оставленным на дачных участках. Оно – мишени соблазн для потенциального злоумышленника. Инструмент можно продать или сдать в металлолом, бытовую технику, одежду, даже детские игрушки найдут, куда пристроить. Забор – не преграда, замки не остановят решительно настроенных людей, жаждущих наживы. На самом деле, вот несколько лет назад буквально таких краж было очень много. От мелких, в принципе, да, ну как бы понятно, что в нашем районе не такие богатые дачи пока находятся. Пока. Вот. И, соответственно, оборудование, ну где-то на 30, на 20 тысяч рублей. Вот. Люди оставляют какую-то бытовую технику, инструмент. Больше всего, конечно, у нас откручивали краны. Пешком обычно не ходят, подгоняют автомобили. И тут первый возможный барьер – шлагбаум на всех въездах и выездах с территории СНТ. Злоумышленник всегда ищет наиболее легкие пути. Может банально развернуться и отправиться на поиски дальше. Ваше имущество спасено. Посторонние люди, посторонние какие-то граждане на нашу территорию попасть не могут. Соответственно, даже если гости заезжают, наши садоводы, они сами открывают, то есть знают кому. Почему? Также вместе, как бы совместно с председателем соседних СНТ, Рябинка, Рассвет, Прогресс, мы перекрыли, значит, по нашей территории идет такая коса называемая, это территория нефтепровода. Мы перекрыли ее с разных сторон шлагбаумами. Забор не преграда. Замок даже амбарной при желании сорвут. Злые собаки, о которых предупреждают надписи, зимой без хозяев на дачах не водятся. Но удивительно, спасти может банальная знавеска. Закрыть ей все окна и неизвестно, что находится в домике. Соблазна украсть неведомо что становится меньше. Все же, ценные вещи лучше увозить с собой. Целее будут. В ОМВД России по железнодорожному району города Ульяновска зарегистрировано с начала 2022 года 6 преступлений. Из них в настоящий момент раскрыто три преступления. Для раскрытия преступления, то есть на место выезжает следственная оперативная группа в составе эксперта, кинолога. Бывает иногда, что преступники оставляют отпечатки пальцев в этом случае. То есть эксперты проводят свою работу, выявляют людей. Проверяются места сбыта. Это пункты приема металлолома, ломбарды. На этих кадрах не дачный вор, но ведет себя подозрительно. Что-то высматривает, заглядывает через забор. Это актер. Демонстрирует поведение человека, решившегося на преступление. Камеры видеонаблюдения – отличная защита. Как минимум могут отпугнуть злоумышленника, а если нет, то впоследствии идентифицировать. Посты регулярной охраны, бдительность соседей плюс все вышеперечисленное создают не стопроцентную, но надежную защиту от хищений. Ты куда полез-то опять, а? Я здесь участок присматриваю, купить хотел. Ваша безопасность важнее любого, даже самого ценного имущества. Полиция советует не рисковать. Если необходима помощь, вы можете обратиться круглосуточно по адресу город Ульяновск, улица автоматизм, 146, дежурную часть, а также позвонить по телефону 112 и 02. Продолжение следует...